Пособия по уходу Кто и как может получить во время войны? В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, кому во время военного положения назначается помощь по уходу за лицами, которые в этом нуждаются, и как получить компенсацию от государства. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на правительственный портал. Как отметили в Министерстве, часто лицами, нуждающимися в уходе, могут быть близкие люди или члены семьи, а также рассказали о процедуре. Получение такой помощи и кому она назначается. Уход может быть установлен для Лиц с инвалидностью первой группы Пожилых людей с когнитивными нарушениями Неизлечимо больных, которые не могут самостоятельно самообслуживаться Детей с инвалидностью Детей, которые больны тяжелыми заболеваниями Условия, при которых совершеннолетние дееспособные члены семьи могут претендовать на компенсацию по уходу Если проживают вместе с лицом, нуждающимся в уходе и имеют общий быт Осуществляют уход На непрофессиональной основе без ведения предпринимательской деятельности Имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума с 2023 года до 2589 гривен В Минреинтеграции обратили внимание, что совместное проживание лиц подтверждается пропиской или обследованием специальными службами Подать документы для назначения компенсации можно лично или по почте по адресу Центров предоставления административных услуг Органов социальной защиты населения Исполнительных Органов сельских, поселковых, городских советов Решение о назначении компенсации принимается в течение 10 дней со дня подачи заявки Напомним, что некоторым украинцам с детьми дадут 6700 гривен в месяц и в Минсоцполитике объяснили, кто получит выплаты Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова